Камера контроль перекрестка И тут только что на здании была буква Z Вот, смотри, вот сейчас опять Z А вообще тут на юге, вот, у них везде это Z Одно приливается Вот это реально красиво сделали Redis Это отель, что ли? Да, реально Думаешь, в Сочи был Redis Да Горизонт 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 Через 600 метров Верните налево в Ольховский берег Горизонт 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 Рынок Горизонт Горизонт На тебе, пожалуйста Я не хочу вот такой рынок Какой он, в общем Дорогомиловский Витям так быстро собрали 8 булок все 1 2 3 4 5 6 7 8 в общем еще гранд был по акциям гранды люкс и того получилось сразу оплатили сразу указали от еще даже много будет по времени что девяносто пять рублей очередь гранды люкс виш по акции сравнение с ресторанами в ялте где выходила на всех по 2000 до больше 325 было было 5 да не ну такие то если что-то ну меньше 2 3 не выходила тут вообще это меньше было полтора в этом шведский столбе шведский 100 1700 ну там дать когда не ел вот а тогда родной в одном было пять в другом три с чем-то там на 2 и так далее но шведский стол по-разному 2 3 тоже 2 700 макдак вообще рулит а вот этот не макдака вкусный . все едем все уже до конца уже никакого ужин там вот у нас в руках доехали мы в молодежную гостиницу ну там нету мест машину поставить видите все стоит поставили вот тут вот друзья в общем вот такой вот номер у нас здесь туалет ванна он похож на тот который мы снимали немного другой так мы на два дня перенесли должен был быть тот который у нас был первый раз сказал тот же самый другой дам уже был занят в общем неважно я имею ввиду что такой же номер как тот считается только первом этаже там где столовая я говорю о том что это номер такой же по уровню как тот считается находится на третьем этаже в общем тут все то же самое только не три кровати 1 2 спалка 1 1 спалка такая же ванна все то же самое шкаф холодильник и стола все то же самое стоит холодильник телевизор поменьше вот просто мог он больше друзья у нас с 20 10 10 у нас завтрак и мы потихоньку встаем ну конечно могли поспать подольше потому что на самом деле торопиться некуда в москву уже когда доедем тогда доедем но последнее вот тут время когда нам завтрак сказали можно это 10 поэтому мы так и выбрали спали с кондиционером это включал это выключала это жарко серёжа пошел в ванну сейчас я тоже буду вставать всем привет друзья мы выходим на завтрак нам уже постучали сказали что завтрак готов это и так знаем с времени 10 на 7 ночью даже припозднились на третьем этаже мы сегодня чего потом вам расскажу как мне там номер 13 у нас был а 13 до 13 число мне не понравилось так вот наша вкусняшка не остыла еще у меня был чикапай я думала, наверное, это нормально покупать я думаю, что это не так я ничего не говорю может это какие-то номера получше мне внизу больше нравилось этот не нравится открывать нам вот сейчас скажу чем мне этот номер понравился меньше чем у тех которых обычно мы отдыхали так сейчас я расскажу чем не вот этот 13 номер на третьем этаже да здесь не написан номер но если вы видите вот тут увидим блок 12 13 это 12 это 13 вот значит что мне не нравится смотрите когда на первом этаже там номер был какой какой номер был например тоже 1 3 3 то вы заходите тут небольшой коридор то есть вы заходите вот отсюда как бы вот так идет перегородка вот так идет перегородка тут тоже номер вот и вы заходите сюда в дверь тут висит вешалка полноценная можно что-то повесить и потом вы заходите в комнату а в туалет ванну вы заходите прямо и вот из-за этой конструктивной особенности получается то что первое ну тут сразу заходишь как бы вешалка только здесь уже меньше места все следующее так как дверь открывается не как я говорю из коридорчик а вот так во первых она даже до конца не открывается и мишину может открою вот мешает кровать вот она запирается но что включить свет свет включается вон там вот то есть ночью если кто-то ходит как бы то в том номере стал аккуратненько протопал в коридорчик включил свет никому не мешает в глаза не лупит зашел туда все а здесь мало того что эти одну узко вот то есть ты идешь ты должен туда пройти чуть ли не до человека свет включить потом дверь открываешь там можешь по ним стукнуть и самое главное чтобы эти мы входим и сразу раковина вот сразу этот я сейчас поставил не 0 5 то есть заходишь вот тут еще ступенька такая большая вот все и ты уперся в раковину дальше те как приходится вот сюда проходить вот и все то есть тесно опять же с туалетом такая же ерунда ты сидишь тут сразу раковина ну то есть как бы ощущение создается просто такое ощущение создается что везде тесно то есть как бы тут поворачиваешься тут поворачиваешься нет удобного захода то есть ты как бы думаешь вот так разворачиваешься ведь сюда пошел здесь уже раковину вот здесь ступенька осторожно надо быть вот этот момент мне не нравится во вторых душ душ который здесь он ведь он не регулируется не ниже не выше не делается вот так но так как он такой широкий увидеть какой то льет он прямо заливает все вот сюда заливает а он никак не регулируетесь вот так под ним стоять и это все стекает конечно на пол тут большая лужа и потом вы будете проходить в туалету через вот эту большую в общем участвовать ведь хотела выйти и вот так прям в общем но не очень удобно расположение вот этого вот ну по розеткам то то же самое что на нижнем этаже их мало может и знали поэтому взяли удлинитель поставить и в той комнате кто видел где мы на первом тоже были там вот так занавески я думала поэтому нельзя розетки сделать нормально у каждой тумбочки но нет тут тоже вот одна розетка все этих тумбочек нет розеток вообще то есть вот заряжаются обычно на тумбочки нет вот ну вот в принципе так то номер по размеру наверное такой же только говорю что вход будет в туалет в ванну из коридора и за счет этого вот это вот место получается вот она еще тоже идет под туалет ванны и там удобно ванна здесь как бы рукомойник там это и ты красишь с туалета до раковина большое расстояние и ты входишь как бы посередине ванна поэтому в общем более удобное расположение вот так хочу сказать но это третий этаж без лифта это просто если кто-то вдруг и конечно мне не хватает зеркала просто опять-таки же все было бы хорошо в ванне можно спокойно писать а зеркало сибуху вход был в него такой нормальный ну как-то номер то есть и заглянул посмотрелся спорте надо вот так вот заходить странно разворачиваться зеркальская штаб маловато все ну так видите вешалки здесь холодильник телевизор принципе все то же самое что в том номере то есть ничего такого тут нет тут кстати есть сетки можно открывать окно а в том номере не знаю были сетки или нет потому что по моему нет то что хотела открыть а там смотри сеток нет а еще кстати но это просто я раз говорю вот видите здесь только один единый свет вот так вот включаешь включаются все ночники на суть в чем но и ночники света верхнего света нет вот эти но суть в том что если кто-то лег спать а ты хочешь чуть-чуть там что-то подсветить никакого вообще ночного освещения такого совсем небольшого брата может быть на стеночке что-то мы не знаем можно было встать если кто-то еще спит как-то так ну вот в туалете есть только оставлять и дверь приоткрывать но тогда он шумит потому что 5 же у них вытяжка включается вместе со светом в туалете ваня и поэтому если вы открываете вот эти будешь уметь вот так вытяжка вам если вам это не мешает нормально и пятки же в этом смысле вход вот с той стороны был удобнее то что не слышишь этот шум даже стал включить и там еще в коридорчике включался свет как раз можно было включить в коридорчике а тут как бы был полумрак вот ночью что я хочу сказать номер внизу не нравится вроде как больше вот ну не вроде бы как вот это мне не нравится а еще здесь есть семейные номера мы как-то брали там где комнаты тот не понравился нормально так были где комнаты у вас что было дань кровать да и у нас было кровать еще там что-то нормально было еще какие-то номера здесь так в общем вот смотрите вот я вам показал это 13 номер просто если кто будет курсе на есть вообще конечно может один человек здесь заселиться вообще нормально как бы один может быть ну что зашел кому-то мешать больше свет включая выключая когда лег спать ну возможно это был двухместный номер тогда я говорю что для двухместной сдвинуть один для кровати просто поставить может быть еще и ничего но я говорю так вот дверь не открывается непродуманности есть вот ладно очень переночевали все покушали как вы видели и сейчас мы собираемся и выезжаем времени у нас пол 11 а номер за 100 это я не сказала но пока 2700 как он будет стоить потом я не знаю на данный момент он стоит 2 700 столько же сколько стоил номера когда мы ехали сюда на первом этаже в принципе они как бы считаются идентичны вот то что это не семейный номер не двухкомнатный как бы вот у кондиционер тут есть вот мы кстати сейчас включили так что в этом смысле кондиционер есть нормально холодит сто ли там так очень похожий такой же маленький все остальное в принципе все недочеты от прозетка но они как и внизу просто здесь еще кое-какие все я не помню внизу у нас был зеркало где мы при входе вам нам зеркало еще был вот я говорю это было очень удобно на то что ну вот я говорю причесаться то все чтобы не ходить в ванну зачем и как бы эти более 7 там кто-то может быть вами в общем вышел из души как-то посмотреть все в общем мы выезжаем будем когда в дороге я пошла собираться как шампунь взяли все взяли все кондиционер оставить начало не выключит все четко ключ в дверях оставили уборка это тоже полным ходом но последний выезжаю нам торопиться-то некуда когда мы на море ехали так рано выезжали до свидания до новых встреч так всем последнее выехали уборка там идет полным ходом красивые розочки почта кассари до машин никого нет что говоришь последние приехали ведь как машину поставили я говорила вчера что так это там на улице жарища сережа стекла протрет и поедем пока по загора стала в тенечек потому что на солнце просто вообще невозможно очень жарко даже кажется жарче чем было в ялте а а а а а а а а а включили кондиционер аж на 19 градусов потому что машине конечно жарить жарить так тогда дома поставил очень пишет что в 11 часов прибытия дорога тысячу километров время с 1116 выезжаем друзья выезжаем